Начальник городского управления образования Русан Ибрагимов 14 февраля провёл плановый семинар-практикум с заместителями директоров школ по учебной части в стенах среднеобразовательной школы номер 8. Моделирование социально-образовательной среды в школе – таковой была тема семинара. Заместитель начальника ГОО Станислав Трещев более подробно рассказал, в чём заключается особенность данного моделирования. Данный вопрос немножко актуален в том плане, что мы немножко оставляем вопрос о социализации наших детей. Они, приходя в социумы, переходя из детского сада, приходя из семьи, в школу попадают в другой социум. И постановка этого вопроса непосредственно касается психологических аспектов, социальных аспектов, образовательной среды. Вот в основном мы решаем эти вопросы. И в рамках этого семинара у нас обсуждаются рабочие вопросы, посвящённые стимулирующей части оплаты труда учителей, аттестации учителей. Это самые наиболее актуальные вопросы. Они исходят из опроса населения ГОО, непосредственно вопросы, задаваемые в социальных сетях. И вот эти вопросы мы обсуждаем здесь. Здесь в основном акцент делается на доведение. Доведение до людей, до родителей, доведение до основной массы учителей. Вот именно постановка таких вопросов. И акцент мы делаем именно на повышение качества образования. Именно через повышение аттестации, через повышение отношения к стимулирующей части труда, повышение качества образования, потому что это основополагающая сейчас задача. Тема стимулирующих выплат учителям на совещании была неизбежной. Понятие стимулирующих выплат определяет, что данный вид представляет собой один из компонентов заработной платы, который, в свою очередь, характеризуется по нескольким категориям. В частности, к числу стимулирующих выплат относятся разнообразные доплаты и надбавки, премии, либо другие поощрительные начисления. Заработная плата учителя, педагога, именно непосредственно, кто является учителем, она формируется из двух частей – из базовой и стимулирующей. Базовая часть, она формируется из стажа работы, из количества часов преподаваемых, проверки тетради, за кабинет и тому подобное. Есть надбавочные такие моменты. А стимулирующая часть – это уже повысшее, что выполняет он выше своего функционала. Это проведение дополнительных занятий, проведение дополнительных мастер-классов, проведение победы учителей самих и их воспитанников, учеников в каких-то рейтинговых мероприятиях. Именно за этот повышенный уровень они формируются. В данный момент она более 20% формируется от базовой части стимулирующей, она идет в прямой зависимости от этого. И поэтому акцент, почему мы делаем на повышение качества, повышение уровня аттестации, повышение уровня учителей, потому что чем больше у нас учителей будут находиться на первой или высшей категории, тем будет больше стимулирующая часть. Это такая прямая зависимость. Поэтому стимулирующая – это, знаете, зачастую у многих учителей, хорошо работающих, у них даже стимулирующие повыше базовые. И это такое, знаете, хорошее такое подспорье для учителя, для тех учителей, которые хотят получить хорошую зарплату, нет никаких ограничений – работай и получишь. Всем нам известно, что с 2018 года всем государственным работникам для начисления заработной платы необходимо оформить банковскую карту МИР. Руслан Ибрагимов обратился к присутствующим с просьбой до 1 марта всем преподавателям завершить процедуру оформления, так как зарплата на руки выдаваться больше не будет, исключительно на банковскую карту МИР. Заработная плата будет идти на карточки. У нас почти 75% на карточках, учителя все в основном, у тех персонал еще осталось. Значит, ни один человек на 1 марта не должен быть без карточек. После идут, оформляют, берут, регистрируются. Карточки МИР тоже практически получили 1700 человек, у нас 2500-2300 человек, которые должны получить. Остальные тоже сейчас на подходе. МИР карточки получил, но ни один человек у нас не будет получать деньги наличными, будет получать на свои карточки. Еще один вопрос, который был. В декабре месяце у нас идет аванс, это 11,40% бюджет закладывается, не только это по всей России. На 40% мы с вами получили не 40%, даже 43%. Все, что возможно было, мы отдали. Получилось так, что в январе мы выдали, первым где-то, по-моему, числа 15-го, 16-го, по-моему, выдали 60% точно не додали, декабрьскую, и следом выдали 40% январскую. И 8-го числа, 7-го, 8-го февраля мы закрыли полностью зарплату за январь месяц. Бурлия Цамбеева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».